Но Россия погрожает Литвы через блокирование транзита санкционных товаров и территории до Калининградского анклау. Сегодня Министерство закордонных справ РФ вызвало поверенную о справах Литвы, чтобы высловить протест, а за разуме пригрозить действиями на защиту своих интересов, если литовцы не разблокуют транзит. Какие именно это будут действия, не поведомы, но нам не предназначены самой Российской Федерации. Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. Ну и насколько серьезным есть эти погрозы с боку Москвы. Итак, говорим о процедале знаменазвестку Дарьев Сергеевича, цивотовский дипломат, правник, а также разведник. Пан Дарьев, приветствую вас в этой телеканале Киев. Добрый вечер. Доброго вечера. Дарьев, ну объясните, пожалуйста, как вы воспринимаете вот эту историю, которая сейчас разворачивается вокруг запрета транзита подсанкционных товаров, угрозы России, вот это вот все, как говорится? Знаете, я так думаю, что это такая какая-то психика, которая связана с тем, что мы в любом случае понимаем о том, что это все связано... Может, вы возьмете трубочку, Дарьев, там у вас звонит. Минуточку, я сейчас только отключу. Извините, пожалуйста, тут технические неполадки. Получается? А вы знаете, Дарьев, у меня всегда, когда мы выходим на связь с какими-то, знаете, представителями разведки и так дальше, что-то вот происходит, как-то вот так случается. Не знаю, совпадение, возможно, кто-то не думает, но все же. Так, опять-таки, да, пожалуйста, ваш комментарий, ваша позиция. Я хочу сказать единственную вещь. Я сейчас очень, как всегда, смотрю и наблюдаю за российским, значит, информационным пространством каждый день. И у меня, поверьте, все-таки нервы иногда сдают, потому что смотреть, что там происходит, надо все-таки иметь довольно-таки и волю, и здоровье. И за последние три дня увидел и услышал полный спектр всяких, значит, сценариев, которые нам обещают россияне в контексте, значит, вот этого калининградского транспорта. Делитесь, Дарьев, делитесь. Делюсь. Знаете, я начиная от того, что вот только вы показали, значит, заявление представителя МИДа Российской Федерации Марии Захаровой, заканчивая, значит, заявлением вице-председателя Госдумы Константина Косачева. Все не говорят каким-то образом о каких-то международных, значит, обязательствах, забывая одну простую вещь, что в этом отношении мы имеем дело не только на двухстороннем, значит, уровне между Российской Федерацией и Литовской Республикой, но это первым делом обязательства, которые мы приняли на себя, вступая в Евросоюз. Из этого выплывает очень простая история, которая объясняет, что это не двухстороннее, то есть не одностороннее решение Литвы ограничить некоторые, значит, товары, транзит товаров из основной части Российской Федерации в Калининградский эксклав. Мы просто обязаны соблюдать санкционный режим. И те, значит, санкции, то есть это ограничение транзита, которое вступило в силу 17-го, значит, числа, оно выплывает из четвертого пакета санкций, который был принят 15-го марта, по-моему, если я не ошибаюсь. И Российская Федерация прекрасно знала объем и точно, что все-таки 17-го числа произойдет. И мы, как порядочные и, значит, партнеры, наши, значит, государственные предприятия Литовской железной дороги предупредили калининградских партнеров и тех, которые, значит, работают на калининградском транзите, о тех мерах, которые мы примем. Так что в этом отношении, я думаю, что где вся эта, знаете, такая психоделическая реакция российской стороны, она, наверное, имеет очень простую, значит, цель еще показать, что и ко всему остальному литовцы еще являются абсолютными русофобами и они хотят, значит, какой-то особенной конфронтации с Российской Федерацией. Но это абсолютная неправда. Да, Риус, так что, получается, просто РФ как? Она просто боится в целом Европейского Союза, если акцентирует в своих претензиях и угрозах внимание именно на Литве? Знаете, ну я думаю, что тут понятие боится, наверное, после, значит, 24 февраля уже, наверное, таких категорий вообще не существует. Потому что если бы они чего-нибудь боялись сознательно, они бы, наверное, не начали, значит, войну против Украины. Я думаю, что восприятие, значит, реальности у них очень странное. И поскольку я был один из тех, которые думал о том, что все-таки войны не произойдет между Украиной и Россией, но я сделал одну системную ошибку. Я предполагал, что все-таки российские власти, они имеют восприятие реальности и, значит, понимают последствия вот того, что они сделали, значит, начав войну с Украиной. Так что я не думаю, что они боятся, я думаю, что они понимают, что им нужно каким-то образом найти, кроме того, что они вас назвали врагами. И они, значит, начали... О, да. Латвия, Литва, Эстония, вы что? Да, им нужно расширить вот этот весь, значит, все поле тех, на которых они могут конкретно пальцем показать. Вот из-за них у нас проблемы, там, с этим другим, третьим, четвертым. Ну, у нас, конечно, является таким большим и ахилловым, значит, ахиловой проблемой калининградский транзит. Хотя мы 20 лет, вот как раз в этом году, 11 ноября будет 20 лет декларации Евросоюза и Российской Федерации к калининградскому транзите. Все было по правилам, и я думаю, что Российская Федерация не имеет никаких малейших претензий литовской стороне, потому что то, что мы договорились, объемом, процедуром, по всем, мы выполняли свои обязательства на 100%. Да, Риус, а как вы оцениваете эти учения, которые объявила Российская Федерация, военные, где должны принять участие, там, и мы понимаем, системы реактивного залпового огня, грады, там, да, гиацинты назывались, 100С, вот, да, извините, да, и гвоздики и так далее, и так далее. Вот это, как бы, намек на то, что может быть за заявлением о том, что РФ оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов? Я бы не хотел, честно скажу, спекулировать на таком, значит, вот в таком ракурсе, потому что все-таки надо признать, что и тут даже есть некоторые такие, значит, политики в Российской Федерации, которые говорят о том, что, значит, прекращение или ограничение российского транзита в Калининградскую область является абсолютным, значит, казус бели. То есть, юридической основой для, значит, начала войны. Я бы хотел абсолютно абстрагироваться таких спекуляций, потому что это очень опасные и страшные, значит, прогнозы. Я думаю, что эти учения, конечно, это часть всего того, что Россия делает на границах с Евросоюзом и странами НАТО. Я думаю, ничего нового, это всегда бывают эти учения Запад, там, разного, значит, объема. Это только очередной раз показывает, что наш сосед, с которым мы граничим, значит, в форме Калининградской области, он не собирается искать путей, каким образом все-таки надо выйти, значит, из этой конфронтационной политики. Да, ну, это, конечно, большой вопрос, Дарвис, потому что, смотрите, там же они же риторику не меняют в Российской Федерации, у них же до сих пор там, да, вот, антиукраинские заявления. Чего только стоит последнее, одно из последних заявлений представителей Госдумы, да, от партии «Единая Россия», а то, что давайте вот мы вот возьмем и упраздним независимость, да, Украины, упраздним независимость Латвии, Литвы, вот, Эстонии. Да, вот такой подход, вот как вам в Российской Федерации? Вы знаете, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос каким-то более, исходя из логики или какой-нибудь, значит, основ международного права. Тут это то, о чем часто мы все-таки можем видеть в российской политике. Это эмоция, это такая агрессия, которая под собой часто не имеет никакого основания, но психологически она очень неплохо действует. И когда говорят, значит, в Российской Думе зарегистрировали, по-моему, значит, этот закон о том, чтобы отозвать признание независимости Литовской Республики, я думаю, что юристы, которые не боятся, значит, сказать правду, скажут депутатам российского законодательного органа, что, слушайте, это не шутка, потому что это пожождает цепную реакцию. То есть это все, что до сих пор было создано, значит, на основании признания, все договора, начиная договоре о дружбе и, значит, доброго соседства, заканчивая договоре о разграничении государственной границы. Все это становится абсолютно, в контексте международного права пропадает, значит, основа. Но это односторонний, значит, акт Российской Федерации по отношению международного права не имеет никакого, никакого, значит, действия и последствий. Да, Рёш, ну вы тут, знаете, вот когда комментарии это давали, вы исходили из логики, понятной для дипломата, да, для человека, который занимается правом и так далее. Но Путин же неоднократно показывал, что, извините, пожалуйста, ему плевать на дипломатию, ему плевать на международное право. Понимаете, тут вопрос в том, есть ли у Европейского Союза какие-то рычаги, чтобы, вы знаете, совладать с этим кривлёнским режимом. Вот в этом вопрос. И в частности, речь идёт и о санкционной политике. Вот что вы скажете? Знаете, я думаю, что мы в некотором смысле и все разочаровались в том, что эти санкции, которые вот в шестой пакет был введён, они не дали такого эффекта, которого мы ожидали. То есть надо это признать. Но, конечно, другие скажут, что для этого нужно время, и это тоже будет правда. Но, исходя из этой логики, я думаю, что у нас есть очень мало такого эффективного, значит, рычага давления на Россию, чтобы она поменяла вот то, что вы говорили о том, что международное право для российского руководства, оно только тогда, когда им это нужно. А когда идёт разговор о интересах России в их понимании, это международное право не существует. То есть, опять же, возвращаемся к очень простому и самому страшному делу. Это 24 февраля. То есть по всем международным договорам и по всём остальном, то есть они начали войну, даже эту войну не объявив. Дарис, я просто вам хотел бы напомнить, что с Украины война, по сути, идёт с 2014 года. Да, мы говорим о феврале, о новой фазе, да, потому что... Я согласен. Но смотрите, тут как-то... Но я понимаю, о чём вы говорите, да, о том, что вот вы даже не думали, что Путин пойдёт на это. А почему пошёл, вот как считаете? Есть какое-то логическое вообще у вас, окей, нелогическое, потому что непонятно, как залезть в голову этому кремлёвскому деду? Это очень сложный вопрос, но вопрос в том, из чего они исходили. Или объяснение стоит искать в последних заявлениях Путина, ну и, к примеру, взять его заявление, вот, когда он встречался там с представителями бизнеса на этом питерском форуме, да, говорил о том, что вот весь Запад плохой, а Россия вот такая вот, её все унижают, вот. Но имперских планов, да, это не отменяет по захвату новых территорий, потому что вот я же там Путин первый, а я хотел бы быть Пётром первым. Вот там где-то надо искать, да? Знаете, я... Вы очень хорошо... Вы задали вопрос и почти на него ответили, потому что мы никаким образом не можем залезть в голову человека, который принял решение начать войну против народа, который он до сих пор называет братским. Ну вот вы мне объясните, каким образом эти две вещи могут... Подмена понятий, понимаете, Дарьис, это же чистый Орвел, понимаете? Да? Да, чистый Орвел, я согласен. Мир — это война, и так дальше. Но от этого ведь с вами-то не легче, если это чистый Орвел. И даже можно так сказать, что в его понимании, я насколько вот тоже могу читать, я видел это его выступление, смотрел, значит, там полтора часа всё, значит, что он говорил на Петербургском международном экономическом форуме. Надо сказать, что вообще его восприятие истории и трактовка исторических фактов, надо признать, она очень оригинальна в кавычках, и абсолютно служит тому, что они делают. То есть мы опять же возвращали, мы говорили с вами о международном праве. То есть Россия пользуется международным правом только тогда, когда это ей удобно. То же самое с историей. То есть интерпретация исторических фактов и разговор о том, что Владимир Владимирович Путин является собирателем этих российских земель, которые потеряли. Ну, извините, я не историк, но я чуть-чуть знаю историю, и мы в 16 веке тоже имели большие территории. Ну, может быть, нам тоже что-нибудь придумать такого? Да, ну, понимаете, точно, как говорил один из украинских президентов, да, Украина это не Россия, и Латвия, Литва, Эстония тоже это не Российская Федерация. Именно поэтому таких заявлений не стоит ждать. Дарья, спасибо вам за разговор, благодарю. Спасибо. Дарьус Юргилявичус, був з нами на зв'язку, це литовский дипломат, правник та розвідник.